Не всем чужеземным богам нашлось место в римском пантеоне. По отношению к врагу всё дозволено, считали римляне. Любите врагов ваших, благодворите ненавидящим вас, учили христиане. Каким же образом, несмотря на жестокое преследование властями, христианство не только уцелело, но и стало официальной религией. Основу христианской религии составляет жизнь и учение Иисуса Христа. Он родился во время правления Августа в далёкой Палестине, завоёванной Римом в первом веке до н.э. В отрочестве поражал всех своих мудрыми рассуждениями. В возрасте 30 лет стал странствующим проповедником, исцелял людей и, согласно священному писанию, творил чудеса. Иисус говорил, что люди погрязли во зле и несправедливости, что близится конец мира и вскоре наступит день Божьего суда. Он призывал людей творить добрые дела, любить и уважать друг друга, быть милосердными к униженным и оскорблённым. Учил любить Бога и ближнего как самого себя, не делать другим того, что не пожелаешь себе. Себя он называл сыном человеческим, который пришёл в этот мир, чтобы спасти людей. И для тех, кто уверовал в него, кто страдал и был унижен, наступит царство Божие на земле, царство добра и справедливости. Один из распространителей христианства апостол, то есть посланник Павел, учил «все равны перед Богом, и эллины, и иудеи, и рабы и свободные, и мужчины, и женщины». Слова Иисуса были просты и понятны, находили отклик в сердцах тех людей, которым так не хватало добра и справедливости. Ученики и почитатели Иисуса называли его Христос, то есть избранник Божий, а себя – христианами. Первыми христианами становились в основном те, кому жилось особенно трудно – бедняки, вдовы, сироты, калеки. Первоначально римские власти безразлично относились к христианам, однако иудейские священники видели в Христе опасного смутьяна. Они обвинили его в нарушении религиозных правил. Иисуса схватили, и римский наместник Иудеи приговорил его к смертной казни. Иисуса распяли и оставили умирать на кресте. Ему было тогда около 33 лет. На третий день после казни разнёсся слух, что Христос воскрес. Он встретился с учениками и обещал вернуться в конце времён для свершения Божьего Суда. Первые христианские общины возникли в Иудее. Вскоре они появились в Сирии, Малой Азии, Италии, Греции. Члены христианских общин называли друг друга братьями и сёстрами, совершали совместные молитвы и трапезы. В конце II века н.э. христианство распространилось на большей части Римской империи. Власти преследовали христиан. Многие из них умерли мучительной смертью. Но христианских общин становилось всё больше и больше. В них вступали не только бедняки, но и состоятельные римляне. Управляли христианскими общинами специально избираемые руководители – епископы. Христиане не призывали к сопротивлению римской власти и разрушению империи. Поэтому власти постепенно изменили своё отношение к новой религии. Они решили использовать её для поддержания порядка в огромном государстве. Особенно привлекательными для них были идеи христианского терпения и смирения, непротивления злу насилием. Первым императором, осознавшим силу христианства, был Константин. В 313 году он издал указ, по которому христианам разрешалось строить храмы и открыто молиться. К концу IV века христианство стало единственной официальной религией империи. В это же время окончательно сложилась христианская церковь. Она включала высшее духовенство, низшее духовенство, монашество и простых христиан. Христианские храмы стали называться церковью. Отсюда у этого слова два основных смысла. Церковь, как совокупность всех верующих во Христа, и церковь, как храм, место собрания отдельной христианской общины. На протяжении десятилетий после казни Иисуса апостолы, ученики Христа, проповедовали его идеи. За это время были собраны записи из речений Христа и рассказы о его деяниях. На этой основе в различных центрах раннего христианства возникли Евангелия. Слово Евангелия означает «благая весть». Евангелия излагают учения Иисуса Христа, рассказывают о совершенных им исцелениях и, самое главное, о спасении, которое Он принёс миру через Свои смерть и воскресение. Четыре Евангелия и другие священные книги составили Новый Завет, вторую часть Библии. Таким образом, христианство, зародившись на землях Палестины, жестоко преследовалось римскими властями. Со временем христианская церковь получила поддержку властей, стала опорой государства.